Утренний визит к врачу для Миновси Джандарова обернулся операцией. Сюда, в сосудистый центр, ее направили после проведенной диагностики в Кантышевской больнице. Женщина уже давно чувствовала себя неважно. Давление мучает долгое время. Но сегодня еще и сердце прихватило. Плюс этой операции в том, что делается она под местным наркозом и быстро. Это стало возможно благодаря высокотехнологичному оборудованию, которое с недавних пор дополняет оперблок сосудистого центра ИРКБ. По словам врачей, бабушке очень повезло. Своевременная помощь в таких ситуациях – залог успеха. Она к нам приехала, мы кардиограмму видели, экстренно ее завели к нам в операционную, сделали коронарографию. Это метод исследования сосудов сердца, который позволяет нам увидеть, в каком состоянии они находятся, поражены ли атеросклерозом или нет, проходимы они, непроходимы. То есть, просто нам позволяет увидеть, насколько кровоснабжение мышц сердца адекватное. Новое оборудование приобрели в рамках реализации национального проекта здравоохранения – федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». С его приобретением пациентам и врачам станут доступны все формы обследования и лечения. В прошлом году мы написали заявку на этот аппарат, и нам его в этом году, в марте месяце, уже ввели в эксплуатацию. Также, кроме этого, у нас в соседнем кабинете есть аппарат УЗИ, который в этом году нам тоже был поставлен компанией «Филипс». Это тоже очень хороший аппарат. Этот аппарат, получается, тоже компанией «Филипс», вон там значок видно. То есть, это современное новейшее оборудование, которое, как я вам сказал, позволяет очень эффективно лечить больных, которые раньше, к сожалению, эти больные ходили, лечились постоянно. Эффективность лечения, конечно, до того, как мы получили такие аппараты, конечно, она была очень низкая. Сейчас благополучно все у нас в этом плане, как говорится, никуда ехать не надо. Новым оборудованием обрадовали и врачей Сунджу. Благодаря высокотехнологичному аппарату здесь открыли УЗИ-кабинет. Устанавливать диагнозы быстро и точно станет куда легче с аппаратом экспертного класса. Но это не единственный, который появился у первично-сосудистого отделения Сунджунской больницы. Помимо ВИВИДА Т8, нам еще привезли вот такой сканер Миндрей. Это переносной аппарат. В основном, так как у нас отделение, где лежат тяжело больные, да, с инсультами, ишемическими, геморрогическими, другими видами. Значит, этот аппарат позволяет нам провести ультразвуковое исследование у постели больного. Аппарат среднего класса. Визуализация достаточно хорошая здесь. И мы очень благодарны этому национальному проекту, который помог нам приобрести такое оборудование. Это, конечно, для нас большое дело, скажем так. Всего в регионе в рамках национального проекта здравоохранения в этом году закуплено 4 единицы для трех больниц РКБ, а также Молгобекской и Сунджинской ЦРБ. Также в рамках проекта борьба с онкологическими заболеваниями у нас также оснащается онкологический диспансер. Уже поставлено 5 единиц медицинского оборудования в полном объеме. Оно введено в эксплуатацию, это также диагностическое оборудование для помощи в установке диагнозов, раннего выявления и так далее. Оно успешно работает в онкодиспансере. Вывести медицину республики на новый уровень, а значит снизить смертность населения в разы, главная цель национального проекта здравоохранения, инициированного в 2019 году президентом страны. Хавагагиева, Сулейман Костоев, Новости 24.